итак кв в контексте вот неприятных известий насчет александра маслякова недавно хотел бы задать вопрос когда вообще в какой момент кв стал превращаться в бизнес ведь не в 60 не в 70 когда мир вообще очень раздражает и не радует не волна против харви не волна против хиллари не волна против кого-то из наших замечательных и не замечать людей и не волна против александра поскольку я с ним знакомый дружу с 1 1900 извините за выражение шестьдесят шестого года ну согласись это достаточно большая на срок да это большой даже дантес замки и в получил значительно меньше я застал период когда саша масляков со светой работа с своей супругой режиссером работая на телевидении мягко говоря ютились в очень симпатичной ночи маленькой квартирки на арбате и даже дом дом номер дом помню 12 как и все ютились вот тогда ты прав тогда я и может были но я не видал там вот таких супер список форбса да вот эти ребята фонтаны закрыли да 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 фонтаны закрыли может и бы кто-то сделал бы на даче там кагановича но я никогда не знал там были хорошего зарплата или плохие но они были совсем бедный биг к вен никогда не был бизнесом элементы бизнеса то есть элементы дела переводе на русский присутствуют в к вене достаточно давно то вместе с переходом страны от государственного как бы управление всей экономикой и всем телевидением перешел в эту самую модель продюсерско да продюсерских проектов ну вот например твой проект я не знаю ничего про его как устроен его менеджмент как устроена его финансовая организация но я вот когда зашел я увидел четыре камеры прекрасно пастальный свет хорошо выбранная локация нет 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 я те вообще никогда не просто ответственности не к тому я от ответа то есть не ответственности я просто хочу сказать что есть это частный продюсер то он идет на то чтобы из любви и уважения к программе додрева он берет два фотоаппарата а не один и прямой свет в лицо как совсем недавно снимали если это государственное там или студии снимает то это значит тоже уважают этого человека мы уважаем гостей в нас да значит я подставка я подбородок да дело в том что все вот все я вот сейчас читал вот все эти то скажем так доветы наезды и все прочее на маслякова да да высоко и мне все казалось что что вокруг военный коммунизм или по крайней мере нам ли стоять на месте то есть все работают стахановцы и вдруг появляется какой-то днепман который блин чё там тебя приватизирует что-то химичен когда вокруг у него не алюминий не нефть не газ нет не лес не хлеб не курицы и помидоры не приватизированы никто вот а вот вдруг как случилось что вдруг все продюсерские центры и все киностудии практически все частные все снимают почему произошло так что масляков и почему он не заслужил того чтобы по законам нашей страны дело которому отдал жизнь и который спас восемьдесят шестом году потому что если бы он не возродился только он там силой авторитета и силой работы его команды которую я имел честь входить и это не потому что я защищаю или по дружбе я просто говорю что никаких законов вот на моих глазах то есть я может что-то не знаю никогда в кого ничего не нарушалось например я в кого не играл значит был чемпионом страны дважды и сижу жюри 30 лет не было ни одного случая что у нас пытались коррумпировать подкупить подкупишь вас конечно вы там сидите с сердцем и до какого-то у кого там под но это практически и не очень возможно я объясню почему но ты должен понимать как профессионал стыдно безумно когда очень плохая команда вдруг все 555 она выиграет понимаешь и никто нам но могли же позвонить попросить уважаемый человек кавказа уважаемый человек из администрации президента уважаемый друг уважаемая девушка хоть бы одна собака я был в доме два года я слышал легенды продумал я опять обратно вернусь не волнуйся никто никогда ничего мне не предлагал я подчеркиваю я не могу сказать ничего про то что ай-яй-яй взял взятку потому что ну хоть бы кто-нибудь я однажды услышал при прочитал в газете парламентский вестник что в комнате как сейчас помню номер восемь на за полцены продают жигули для депутатов я подумал что хотя бы не больше не нужно было подавляться чего как не воспользоваться и пошел искать я не нашел эту комнату до сегодняшнего дня это такое везение ты может быть по своей жизни замечал ну ты вот я на экранах в разных качествах тоже лет 80 или 90 но почему-то вот почему-то не играет кругом ким вала не вносит тебя слоны там бы не возят и лицо красивые фамилия еврейская и очки и смех белые зубы умные таланты есть такое правило ха вместе с карты там свою харю показывали многие почему-то и были потом значит я еще одну что масляков когда началось это все вот постепенно стал гораздо больше зарабатывать но это и можно и правильно он сумасшедший популярный ведущий и он совершенно официально стал там довести заработать там много были слуха например не связанных с приватизацией что каждая команда должна была там дать 20 тысяч положим рублей чтобы участвовать но это смешно не же это думаешь это тот самый взнос эрнсту или кому-то или маслякову это потому что там весь огромный количество превходящих вещей которые окружают команду и которые ходят на такие расходы хозяйственные перевозки и переноски и опять я не был никогда к сожалению никаким инструментом не участником амика то есть вот корпорации я всегда был приглашенный любимый да вот не участок но я всех знаю там людей как ты прям всех ни один из них не производит предчинение человека дать банки и ловкие хитрые вороватые не похоже на администраторов из провинциального театра а масляковки похож на тех кто может позволить вокруг себя расцветать плодам зла а теперь когда вот вся эта история с этим домом она тоже развивалась на моих глазах ну ладно я я не хочу я понял я просто объясняю меня это не потому что я рву рубашку в защиту друзей я более тебе скажу вот мы с тобой почти не знакомы то есть мы с тобой знакомы тысячи лет ну так не то сказать что каждый вечер каждый вечер выпиваем по рюмочкам и у тебя тоже вот не получается с коррупцией ничего не несут не дают не дают скажу почему программа давайте давайте еще раз поговорим уже про кино